привет всем кому интересен ремонт в этом видео у нас рено меган 2004 года проблема как я понял очень типично это наш если можно так сказать ключик открываем открывается вставляем его в свое гнездо и у нас написано вставьте карту ну карта же у нас вставлена попробуем выжать сцепление и нажать старт и нас оповещает о том что карта не распознана вставьте карту в принципе может быть это и не ключ так беда в том что второго ключа у хозяина нету это также может быть лектор карточек то есть гнездо в которое мы вставляем ее но не корректно работает но есть небольшая подсказка когда я постучу папа потрушу ключом иногда он начинает срабатывать это меня навело на мысль что это именно карта вытаскиваем ключ вытаскиваем батарейку и теперь пытаемся вскрыть этот ключ чаще всего по опыту да вот в этом районе находится у нас бобина и вот эта бобина очень часто глючит она припаяна сверху то есть он ножки не проходят сквозь плату и не припаяны с другой стороны она именно лежит сверху и сверху две плямки олова на ней при пришпандорины вот так и очень часто бывает такое что эти ножки в результате механических воздействий на ключ отламываются или отпаиваются крайне аккуратно мы сейчас возьмем и попробуем этот ключ вскрыть крайне аккуратно в двух направлениях первое направление это не порезаться очень просто потому что резать мы вот так будем напротив рук и второе тоже очень важно не повреждаем внутреннюю плату потому что там у нас очень такие деликатные детальки попробуем открыть наполовину контакты находятся приблизительно вот здесь откроем наполовину посмотрим заглянем если мы ничего не увидим будем открывать ключ полностью мне бы не хотелось все таки хотелось бы его сохранить хотя бы частичную целостность поехали почему мы это делаем потому что новый ключ стоит по цене как две трети печени вот поэтому мы пытаемся его реанимировать но если у нас ничего не получится по крайней мере мы заклеим назад постараемся сделать это с минимальными повреждениями хотя какая разница если он не работает тело ключа достаточно эластичная поэтому именно поэтому мы попробуем открыть половину ключа и выгнуть вот этот пластик а Продолжение следует... Уже во многих местах нам удалось его приоткрыть. На углах самокачественно проклеено. Продолжение следует... 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 И потом проверим Это у меня Двухкомпонентный клей Типа эпоксидки Я им частенько пользуюсь Достаточно неплохо себя зарекомендовал Хотя купил я его в китайском магазине Короче, здесь в Испании Есть магазины, которые все по умолчанию Называют либо стописетники Потому что когда ходила песета Там было все По стописет Потом этот бизнес медленно Но надежно перекочевал в руки Предприимчивых китайцев И сейчас все их называют Такие магазины Китайские магазины В основном там товары из Китая И в основном Самого разного качества Как хорошего Так и плохого Все зависит от цены Вот этот клей Он не самый дешевый Не самый дорогой Например Ну, достаточно хорошо себя зарекомендовал Очень хорошо держит И сохнет Не так, как эпоксидка 24-48 часов А, ну, схватывается достаточно Не скажу, что быстро Ну, часа через 4 уже можно им Запросто пользоваться И все зажимы, которые мы сюда поставим Можно будет их убирать Сильно тоже не надо стараться В обклевании Объясню почему Потому что Рано или поздно Такая пайка все равно Отскакивает Если она заводская отскочила То уж Такая кустарная И подавно отскочит Можно, конечно, разобрать Просверлить Плату туда Закохтить Как положено Но это если Если оно вам надо Так, теперь Возьмем скотч Вот такой возьмем Упаковочный скотч Широкий такой у меня Балень Thank you Знаешь, если я на самом деле вот как вы понимаете уже самая простая процедура и не забываем конечно же вставить батарейку то где здесь у нас плюс минус вот так и вставить ключик ну теперь посохнет и проверим так пару часиков прошло еще скотч снимать не буду так закрытие открытия не работает так а ну-ка скорее всего с батарейкой намудрил сейчас кулю в одной руке неудобно придержу другой это я батарейку переворачивать перевернул пробуем еще раз открытие работает закрытие работает открываем вставляем карточку вот теперь у нас написано выжать сцепление и завести и нажать кнопку старта нажимаю йо-хо-хо надеюсь видео было вам полезным подписывайтесь на канал ставьте лайки всем спасибо всем удачи пока